Представители знака Зодиака, Стрелец, Стрельцы мои дорогие, здравствуйте! Торопрогноз, гороскоп июль 2023 года. Что мне по судьбе? Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И две колоды мы используем, как колоды романтического Торо, и 78 дверей. Это не что иное, как метафорические карты. И я надеюсь, подсказки вашей собственной интуиции, вашего шестого чувства, если вы переложите на вот эти образы, и какой-то, может быть, пазл вы сумеете сложить или получить какую-то подсказку сообразно вашей обстановке, которая окружает вас, сообразно вашим каким-то задачам, ситуациям. Ведь когда мы видим метафору, аллегория в голове у каждого своя. Именно потому что история у нас у каждого своя жизненная. И колода романтического Торо не совсем тут про романтику. Колода состоит только из старших арканов. Но какая-то подсказка будет, что мне по судьбе. Сфера жизни, может быть, какая-то проиграется. Карт отшельника выпадает. И знаете, вообще, если мы говорим про эту колоду, это большие возможности. С одной стороны, да, отшельник – это есть какой-то путь, который мы словно должны проделать в одиночку. Но есть и элемент благоразумия, уединения. И самое главное, знаете, отшельник в этой колоде – это тот, который способен разгадывать какие-то тайные, какие-то сложные вопросы решать. Может быть, распутать тот самый Гордий Фузел, принять, может быть, Соломоново решение. И вообще он может решить многие серьезные проблемы. Поэтому, несмотря на то, что он рассчитывает сам на себя, а может быть, и благодаря именно тому, что нет каких-то помех, ему ничто не способно помешать. И его-то с пути намеченного тоже ничто не может увести. Потому что как он не реагирует на какую-то лесть, его невозможно подкупить буквально, так и увлечь какими-то сладкими речами, так и где-то выбить из своей клеи. То есть расстроить его тоже невозможно. Это ведь философ, мудрец, он все как будто знает. И поэтому его позиция неуязвима. Вот где-то это так на июль месяц видят карты для вас, мои дорогие стрельцы. Давайте мы откроем двери, да? 78 дверей. И здесь основная метафора. Двери. Какие двери открыты? Какие? Может быть, закрыты. Нам предстоит открыть, подобрать ключи. И из этой колоды мы достанем первую карту, что войдет в мою жизнь. Или какие врата передо мной откроются. Как видят, июль месяц. Это колода карт для вас, стрельцы. А что может быть, закроется, завершится какой-то вопрос. Мы финал какой-то можем итог подвести. И мы достанем три карты. Условно поделим июль месяц на три декады. Это будет у нас первая. Вторая декада. И окончание месяца. Третьи, десять дней. Достанем три карты по основным сферам жизни и дела. Работа, бизнес. Посмотрим энергии. Что у нас по финансам и личная жизнь. Опять же, как видят карты. Давайте смотреть, какие же врата откроются. Ну, видимо, вот этот отшельник, он должен проиграться вот в том только значении, уже не повторяюсь, которое я озвучила. Но есть риск, как будто, знаете, обособиться. Увлечься где-то одиночеством. Может быть, и так для кого-то проиграется. Как будто мы можем отгородиться от мира. И вот этого мы делать не должны. Это есть тот минус, которого мы должны избегать. Нам показан человек, как будто даже и не видно каких-то дверей. Очертания отчасти нам показываются по карте. Есть какой-то шкаф, который задвинут креслом. Есть просто человек, который смотрит телевизор. Он не видит какую-то настоящую жизнь. Словно искажённая реальность, которая ему транслируется. А здесь он закрылся действительно от внешнего мира. И он не владеет той обстановкой, которая есть на самом деле. И он видит только изнутри. Он видит только то, что хотят, может быть, люди, чтобы он увидел или услышал. И поэтому наша задача открыть для себя мир как будто заново. Не предаться какому-то глубокомысленному анализу и где-то там не застрять. Наверное, тот самый отшельник большой плюс в нашей неуязвимой будет позиции и в каком-то видении проблемы решить задачи. Но есть ещё и для нас опасность. Но где-то так вот на этой глубине застрять. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие стрельцы. И если мы говорим, что завершается у нас туз кубков, безусловно, это если в позиции конец, но всё же это туз, это единица, это есть начало. То есть какой-то процесс, как будто в личной жизни всё-таки это кубки. Была какая-то история, которая закончилась. А нам здесь говорят, что пришла пора начинать новую. Вот и всё, мои дорогие. Тут что-то новое входит, буквально рождение ребёнка. Это может быть для вас как новые отношения, поскольку кубки. А для кого-то из вас это может быть ваш какой-то новый проект. Нужно переключиться на что-то новое, кардинально для вас. Увидеть какие-то свои новые перспективы. И жизнь как будто будет играть совершенно другими красками. Вот почему у нас и четвёрка выпадает мячей. Кубков, извините. Тоже кубки. И это эмоции со знаком минус. Это какая-то апатия, в которой мы можем, но отчасти так вот немножко задержаться. И в апатию всегда двери открыты. Да, но это билет в один конец. И поэтому, видимо, будет какой-то элемент в течение июля, когда мы можем окунуться в какие-то воспоминания и так вот абстрагироваться от мира. Вот этого делать не стоит. Давайте мы узнаем, каковы же для нас перспективы и как это видят карты. Посмотрите, вообще старший аркан влюблённый. Правда, тут какая-то личная история ваша, мои дорогие стрельцы. У кого-то это может проиграться, как карта дипломатии отчасти. Нет дверей закрытых, самое главное. Посмотрите, есть его величество выбор. Может быть, в личной жизни между людьми выбор или решиться на что-то, мои дорогие стрельцы. Но это карта приятного общения, когда нас что-то радует, перед нами новые перспективы. И сама по себе дипломатия, которая для нас открывает какие-то, как вселенную заново. Вот, может быть, поэтому нам туз кубков, и мы сказали, что это единица, это окончание какого-то прежнего периода и рождение уже нового. Уже что-то у нас утратило интерес, и, может быть, у кого-то может проигрываться грустная история из прошлого, когда какие-то отношения завершились. Но это все взошло или ушло в прошлое. Теперь уже совершенно другое будущее мы отстраиваем, и все у нас стоит на причале этого дня. Вот для вас какие-то новые перспективы. Просто начать какую-то новую свою личную историю. И я вот так вот вижу, что личной жизни для вас в июле нужно обязательно уделить внимание. И нельзя быть одному или одной. А вы люди оптимисты, вы приятны очень в общении. И тут, посмотрите, на вторую декаду двойка выпадает взаимодействие. А вообще это удивительная карта, которая сама по себе предполагает какой-то альтернативный вариант развития событий или что-то из области рационального. Почему? Девушка, которая, посмотрите, в достаточно хорошей физической форме, словно осуществляет телепортацию. Дверь закрыта, но для нее это и не важно. Она пройдет сквозь любую дверь. И вот для вас неограниченные возможности. Но двойка и значит какое-то взаимодействие либо с человеком, который к вам относится искренне или хочет с вами каких-то контактов, либо вообще взаимодействие с миром, открытие новых возможностей, новых перспектив. Или что-то мы тут себе наметили. Это мы чем-то вдохновляемся, безусловно. Для себя видим какие-то или ориентиры, или свой какой-то интерес. И самое главное, для нас нет ничего невозможного. Здесь как маг через любые двери, через любые стены пройдет. Удивительная карта с удивительными возможностями. И значит мы делаем какой-то свой выбор. Мы не застреваем, вот повторюсь, в очередной раз в каком-то обособленном своем пространстве. Мы себя сами не изолируем. Наоборот, мы себя словно вытолкнуть, может быть, буквально должны в мир. Порешали какие-то вопросы, как по отшельнику, разрулили какие-то ситуации. И должны уделить внимание своей личной жизни. Что бы вы тут себе не задумали, у вас практически все козыри в руках. И посмотрите, третья декада, но тоже неоднозначная карта. С одной стороны, у нас вроде бы дверь как бы закрыта, да? Но стоит человек, который стучит в нее. И явно он стучит, как будто кот какой-то он знает. И явно его ждут ведь. А за спиной, как будто он руку завел за спину, и там, ну, какой-то как замысловатый крендель, или что-то такое, да, как узел, или что-то, что мы должны распутать. Как будто он принес не то вот эту загадку, которую предстоит разгадать, может быть, двоим. И явно его ждут, потому что кот или ключ к этой двери стуки в каком-то определенном ритме. И это нам тоже говорит, что мы сумеем открыть какие-то двери. Причем это у нас Паш Пентакли. И значит, для кого-то из вас это может быть решение вопросов финансовых, или какую-то финансовую задачу вы денежную решите, или какой-то вопрос, может быть, по вашей деятельности, как улучшить свое финансовое положение, или где я буду зарабатывать деньги. Или это вопросы могут встать, знаете, через сотрудничество, или из двух источников, к вам могут приходить деньги, и как будто вы знаете, как их заработать. Вообще карта перспектив и новых начинаний. И значит, что на личную жизнь, что на финансы. Наверное, где-то это у нас проигрывается еще Венера, Вольве. И значит, для вас нет ничего невозможного. Главное поставить перед собой правильные задачи и быть открытым миру. Но надо еще сказать, если мы говорим про Венеру Вольве, как раз 23 июля, это для всех, для нас, не только для вас, стрельцы. Венера будет ретроградной, и будет важно не потратить какую-то сумму денег на проект, который поначалу может казаться со знаком плюс, а в итоге это мы словно деньги вот в никуда пустим. Поэтому мы не должны с чем-то поспешить и просчитаться, вот это примите во внимание. Нет ничего невозможного. Тут вы можете почувствовать себя. Может быть, и будет какой-то элемент перехода. Не случайно у нас все-таки выпадает эта карта, когда, ну, как апатия какая-то может для нас напасть. Но я так надеюсь, не на долгий период времени, потому что совершенно другие перспективы перед нами открываются. И возможность какую-то свою личную историю наладить дает для вас как и приток вдохновения, так и, знаете, новое видение мира. Вот почему, может быть, будет и важно не обосабливать себя словно от мира, а продолжать с чем-то взаимодействовать. Или с кем-то все-таки я на этом настаиваю. Дела, работа, бизнес. А вообще, это у нас семерка пентаклей в этой колоде. Обратите внимание, нет ничего невозможного. С одной стороны, нет никаких помех. И это само по себе прекрасно, потому что двери у нас открыты. Обратите внимание, и девушка, это мы сами, как будто открываем эту дверь и словно голубя выпускаем. Как будто мы предполагаем, что какие-то вопросы либо по деньгам, по документам, или письмо конкретное, какая-то информация, которую и мы можем отправить, и взамен мы будем ожидать, когда состоится какое-то согласование. Или в ответ мы получим какое-то сообщение, информацию, словно есть размеренность по семерке пентаклей, есть какой-то ритм такой спокойный, уверенный. И я сказала, нет никаких помех. На заднем плане нам изображены двое, которые просто заняты своей работой. И они даже не обращают внимания на девушку или на нас самих. Поэтому все идет своим чередом. То, что мы себе надумали, мы все решим, мы все оформим. И если, может быть, и приходят какие-то новости, то они скорее тут для вас со знаком плюс. Давайте посмотрим, что у нас на финансы, на денежки. Шикарно. Четверка Жезлов. Праздник после Победы. Пусть в другой колоде, но, в принципе, ведь тут тоже праздник. Посмотрите, точно не про отшельника нам уже здесь говорят. Здесь показана семья. Это наши близкие, это наши любимые. Это те, которые любят нас, которые нами дорожат. И это теплый, уютный дом. Это стабильное финансовое положение. Когда у нас вообще все хорошо. И пусть дверь закрыта, но мы находимся за этими закрытыми дверями. И мы словно в безопасности. Мой дом, моя крепость. И значит, для кого-то это может быть деньги вашей семьи, вашего партнера. Когда у нас вообще все стабильно. Когда мы можем позволить какой-то себе праздник. Вообще замечательный период. Июль для вас, мои дорогие стрельцы. И все же не один человек, посмотрите, а семья, группа людей изображена. И поэтому и сам по себе. Хоть дом полная чаша и хоть карта с каким-то снегом. Или ну такая темноватая. А за окном полная единодушие, взаимопонимание царят, любовь. И это у нас еще и на финансы. И прекрасный, богатый дом. Поэтому стабильное какое-то положение. У вас финансовое, нам так говорят, карты. И эти закрытые двери, они только как будто нас охраняют. Старший аркан мир. Прекрасный, мои дорогие. Рождение чего-то нового. Правда, вот здесь у нас рождение. Посмотрите, насколько интересно выпадают у вас карты. Что-то завершилось. И вы можете радоваться, что какой-то период уже подошел к концу. И нам уже говорят, что рождение какого-то нового. Это как новое чувство, новая любовь. Новое знакомство у кого-то может быть. Или по аркану мир это часто как мы уже подводим какой-то свой итог. Или какая-то наша, может быть, идея, пусть это на личную жизнь выпадает. У кого-то, правда, может быть, материнство проиграется для девушек, для женщин. Кто меня смотрит. Или вопросы, связанные с вашими детьми, может быть, или с вашей семьей. Но по аркану мир ведь это когда какой-то мы получаем, знаете, удовольствие от чего-то. В хорошем смысле это полнота счастья. В первую очередь проигрывается. И нет ничего невозможного. Это конец и начало какого-то нового этапа, новой совершенной истории и новых перспектив. Перед нами начинается какой-то новый период жизни. Мы от чего-то не должны отказываться. Перед нами нет каких-то ограничений вообще в принципе. Но от какого-то нашего важного решения будет зависеть наше качество жизни на последующий период. Все-таки сильная позиция. Но это вам словно помогает вселенная для того, чтобы вы начали новую историю собственной жизни. С каким-то совершенно новым интересом, мои дорогие стрельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Перекладывайте на себя.